Такое совещание с руководителями всех четырех структурных подразделений дирекции скоростного сообщения проходит впервые за пять лет работы Совета. Темой обсуждения стало представление инновационных решений в эксплуатационно-управленческой деятельности. Это три проекта, которые касаются электронного маршрута машиниста, оснащения дистанционными считывающими устройствами безопасности и технологии оснащения комнат предрейсового инструктажа. Инициатором двух из этих проектов стала Южная дирекция. Проект по дистанционному считыванию картридж приборов безопасности КВБУ или БЛОК это предложение главного инженера Южной дирекции. И на их базе мы будем строить, каким этот проект должен стать в целом для дирекции скоростного сообщения и как он будет реализовываться на трех остальных дирекциях. Так что Южная как раз у нас является во многих... А уж в оснащении комнат предрейсового инструктажа, я могу сказать точно, на сегодняшний момент это лучшее структурное подразделение в составе ДУСа. Несмотря на то, что, допустим, в северо-западной дирекции эксплуатируется САПСАН и она является базой. В ходе заседания обсуждалось и развитие пригородных перевозок в Краснодарском крае. Еще в прошлом году электропоезда стали ходить по направлениям Краснодар-Адлер, Краснодар-Ростов. С 20 мая этого года у «Ласточек» добавился новый маршрут – Адлер-Майкоп. Летом будет запущен и состав от станции Сочи до аэропорта и обратно. Работа ведется и по улучшению работы на туристическом направлении Адлер-Роза-Хутор. Летом по этому маршруту будут стабильно курсировать два дополнительных состава по маршруту Олимпийский парк-Роза-Хутор. Это мы плюсом к тем шести парам, которые мы там имеем по заказу от Краснодарского края, бизнес будет возить туристический поток на этом участке дополнительный. На ближайшие перспективы зимние, исходя из тех трех пар, которые мы провезли, совместно с нашими коллегами мы планируем перевозки уже не на участке Краснодар-Роза-Хутор, а на участке от Ростова до Розы-Хутор. Сейчас ведется работа по формированию направления Кисловодск-Минеральные воды. Возможно, такой маршрут появится уже в этом году. Заседание Совета дирекции завершится 28 мая, а сегодня в честь открытия на территории Южного подразделения посадили символическое дерево.